Привет всем, меня зовут Вика и добро пожаловать на мой канал про стильный Алиэкспресс, где я делюсь своими покупками, делаю обзоры, показываю детально качество и, конечно же, делюсь ссылками на самые лучшие находки, которые вы всегда можете найти в описании под каждым видео. К сожалению, на прошлой неделе пришлось пропустить распаковку, но не могу я так вот оставить все свои посылки, ждать и лежать и скучать, поэтому решила все-таки запишу. Не воскресное видео будет, а вот так вот прям сегодня. Так что давайте посмотрим, что же я получаю сейчас к весне и лету. Здесь еще кое-что детское и одна посылка. Я прям сейчас вам ее покажу, потому что мне не терпелось ее просто уже открыть. Это куртка в стиле Зары. Это вот такая куртка-ветровка, как в Заре, и вы можете сразу же видеть, что она приходит и с бирками, и со всеми логотипами. Я трогала такую в магазине, и мне кажется, они ничем не отличаются. Видела отзывы разные, кто-то писал, что наполнителя в ней меньше, но на самом деле нужно просто ей дать хорошо отвисеться, и я бы не сказала, что здесь мало наполнителя его, здесь достаточно, мне кажется, точно так же, как и в Заре. По цвету тоже все идентично, по фурнитуре сделана она качественно, хорошо. Единственный момент, который тоже девочки озвучивают в отзывах, она очень сильно оверсайз, поэтому кто оверсайз не любит, не приемлет, кто считает, что это балахон, мешок с картошкой и так далее, вам просто лучше пройти мимо этой куртки, потому что она действительно очень большая. И если вы все-таки опасаетесь, берите на один размер меньше. Я взяла S, она действительно большая, и рукав у нее длинный, но мне такая посадка комфортна. Я оверсайз люблю, я никогда в жизни не назову его мешком с картошкой или балахоном, мне это очень нравится, поэтому я очень этой курточкой довольна. Единственный момент, который я тоже не совсем учла, она не так легко совсем сочетается, как хотелось бы, я потому что сейчас в основном джинсы заказываю себе клеш или свободные, там в крайнем случае слаучи джинсы. И вот конкретно с такими моделями низа она не очень хорошо смотрится, потому что у нее длина практически по коленам и просто режется силуэт. Также с платьями, у которых длина по колено или ниже, эта куртка не сочетается, то есть здесь либо платья мини, либо какие-то платья такие рубашки свободные мини, юбки мини, либо леггинсы обтягивающие или джинсы скини, если вы их еще не выбросили, доставайте их из шкафов. С этой курткой классно смотрится именно облегающие ногу низ, то есть либо леггинсы, либо джинсы скини. С брючками я, правда, не примеряла, с прямыми офисными, возможно, тоже будет неплохо. В общем, нужно прям вот примерять и смотреть. Мне казалось, что она будет сочетаться со всем, но вот оказалось, что не так-то и просто. Но, тем не менее, я буду ее, конечно же, носить, по крайней мере, с джогерами и с худи. Она смотрится очень круто, ну, такой вот немножечко бомж-стайл, кто любит, тому понравится. Эта куртка в Заре была в прошлом сезоне, осенне-зимнем. Я не уверена, есть ли она сейчас в женской коллекции, но я точно видела такую в детской есть и в мужской. Она, кстати, не была на сейле, и она была представлена в нескольких расцветках, черный, бежевый и хаки. И у продавца тоже все эти расцветки имеются, так что обязательно загляните, ссылка в описании. И дальше я хочу распаковать платье. Это бренд Симпли, один из моих любимых. И здесь летнее платье Сарафан. Так вот хорошо все проложено. Сейчас посмотрим. Платье в такой вот интересный принт, совсем летнее, совсем легонькое, без подкладки вообще. На резиночке длинное платье, прям длины Макси, и вот с такой оборкой по низу. Полностью на пуговках, но мне кажется, они не функциональны. Нет, функциональны, все пуговки расстегиваются. Рукав здесь три четверти, вот такой вот с небольшим фонариком. И завязочки с бахромушкой под грудью. Ну, миленькое, нужно будет посмотреть, как оно на фигуру сядет. Я взяла размер S, потому что у Симпли не маломерят, и у них полноценная размерная сетка всегда. И с размерами они тоже консультируют, помогают. Здесь у меня юбка джинсовая тоже от Симпли. Интересная, с разрезом на поясе. Это тренд этого сезона. Я уже заказала такие джинсы. Где-то они застряли во время китайского Нового года. Кстати, напишите мне, как вы заказываете, получаете по ссылке. Мне что-то с чем-то везет, а с чем-то не очень. Что-то мне прям быстро приходит, то, что я заказывала в конце, в середине февраля. А что-то прям вот застряло и вообще не двигается. Поэтому после новогодней коллапс в Китае еще имеет место быть. Я сейчас открываю, расстегиваю юбку, вернее. Смотрю на наличие ниток. Ниточек нет. Я тоже взяла размер S. Она, конечно же, мини. Кстати, вот как раз говорила про куртку-ветровку Хаки, которая будет классно смотреться с юбками мини. Вот с такой юбкой я бы носила. И с какими-нибудь высокими жакейскими сапогами, либо с ботфортами, либо с сапогами резиновыми а-ля рыбацкими. Очень круто будет смотреться. Но она, конечно же, такая более уже летняя, легонькая. Не совсем, конечно, тонкий деним. Деним достаточно хороший. Вот, и вот этот вот, ее главная фишка, это вот этот вот разрез, вырез на тазобедренной кости. Идем дальше. Еще одно платье. Какая-то маленькая посылка. А, я поняла. Это бренд Topis. Вообще, по-моему, я впервые заказываю в этом магазине. Хотя нет, у меня были джинсы еще из этого магазина. Но я как-то не особо фанат просто Topis. Но вот решила, он очень популярный. Решила заказать тоже попробовать. Платье из шифона. Очень популярное у них в магазине. Без подкладки вообще. Почему-то они вам даже не застегнули. Это странно обычно все. А, тут что? Зашито, что ли, отверстие под пуговки? Нет, вроде расшито. Вот так вот они. Продираю их нормально все получается. Topis размер L. Да, действительно, L. Большой размер. Но там, по-моему, только M и L. То есть, там, в принципе, нету эски. Потому что оно маломерит. Вот. Ну, я сейчас, наверное, не буду застегивать. Я тут просто три часа сейчас потрачу. Платье длинные миди. Практически в пол. Ну, где-то по середину голени. Возможно, по щиколотку надо будет примерить. В отзывах смотрелось очень классно на девчонках. Так что я решила тоже взять попробовать. И мне нравится такая расцветка. Там у продавца их несколько. Но вот это, мне кажется, самое интересное. Такой вот бежевый цвет кофе с молоком. И цветочный принт бордовый. Очень элегантно, красиво смотрится. Мне нравится. Ниток особо нету. Неприятного запаха вроде бы тоже. Но я об этом и не узнаю. Ты мне хоть скажи, пахнет чем-то или нет. Дальше хочу найти пакет с детской одеждой. Я заказала Роберту Худи. Это магазин Simwood. Я там заказываю мужскую обычную одежду. Очень классную. Обязательно тоже загляните. Посмотрите, если вы еще не видели, не знакомы. Очень качественная одежда. Это фабричное производство. И они запустили отдельный магазин детской одежды. У них в Simwood тоже есть детская одежда. Но тут вот новый бренд. И я попробую сейчас посмотрим. Там очень много расцветок всяких разных худи. И есть также свитшоты. Смотрите, как хорошо упаковано. Вот она вот такая. Вот на размер, сколько я взяла. По-моему, 104. Здесь написано 100 и 50. Не знаю, странная маркировка. Что значит 50? Явно это не вес и не рост. Что это тогда такое? Непонятно. Ладно. А здесь написано, кстати, 152. 97% хлопок. 3% ну, либо спандекс, либо какой-нибудь полиэстер. Но мягонькая. Хотя на хлопок не сильно похожа, если честно, по ощущениям. Но хлопок тоже разные бывают. И у меня есть ощущение, что... А, ну хотя здесь линия плеча спущена. Просто кажется, что рукав совсем вот такой вот милипизерный. Ну, просто да, действительно, линия плеча спущенная идет. И поэтому рукав кажется коротковатым. Но я думаю, нормально будет. Хотя, хотя не факт. Может и маловато. В общем, я обязательно примерю на Роберта и напишу вам, покажу, как села. По качеству очень приятная. Мягкая. Ни одной ниточки нет. С изнанки здесь нет начеса. Здесь точно такой же футер, как и с лицевой стороны. Очень хорошая обработка швов. Они не будут натирать. И она по толщине, ну, на весну-лето. То есть не прям сильно толстая, плотненькая. Такая вот средней плотности, средней толщины. Но хорошо, очень хорошо сделана. Для 700 рублей. Хорошо. Идем дальше. Смотрим посылку. Там написано джинсы. О, это бренд Go Plus. Люблю этот магазин. Здесь не только джинсы, но еще и юбка тоже джинсовая. Летняя. Юбка интересная. Знаете, чем? А тем, что она с шортами. То есть не поставит вас в неудобное, неловкое положение из-за своей экстра-мини длины. Так как здесь вот так вот все предусмотрено закрыть. Ну, интересно, конечно. Хотя толщина-то такая получилась прям основательная. Будет жарковато летом-то в такой юбченцы двойной с защитой. Размер я взяла S, что соответствует 26 европейскому. 155-66А. Ну, в общем, ростовка здесь небольшая. Будет она мне, скорее всего, прям вот очень впритык. Либо совсем даже слишком... В общем, теперь я как-то даже переживаю, что она мне будет слишком маленькой. Ну, посмотрим. Ладно, даже шортики, скорее всего, вот эти вот под низом ее не спасут. Ее длину какая-то она уж совсем крохотная. Но по качеству неплохая. Пара ниточек здесь торчит из-за того, что тут необработанный край бахромушка. И вот они могут вылезать. Стоимость такой юбки вот около 1000 рублей. По-моему, еще несколько расцветок было у продавца. Загляните проверить, если вам белый цвет не особо нравится. Джинсы. Возлагаю на них огромные надежды. Очень надеюсь, что они мне будут длинными. Потому что у Go Plus... Ну, не длинными, а нормальными. Не короткие штанины, чтобы были. Потому что Go Plus это единственный магазин, где я вообще нашла джинсы для действительно очень высоких. От 175, даже от 180, наверное. И вот эти, мне кажется, тоже будут нормальные. Но в любом случае нужно примерить. Потому что бывает, кажется, одно, а по факту получается другое. У них разрезы с внутренней стороны бедра, разрезы, тренд. Я сейчас очень много джинсов заказываю именно с разрезами, с различными. Тестирую, какие будут лучше. Здесь есть кармашки, прорези для пуговок здесь уже прорезаны. И для меня это плюс, потому что я не люблю, когда они зашиты. Такие вот красивые бирки. Оранжевая, белая, вот такая картонная. Это эска, 98%, скорее всего, хлопка. И здесь очень-очень высокая талия. Прям вот максимально высокая. По качеству супер, мне нравится и цвет. Такой вот слегка выстаренный, но вот без сильных полосочек, которые обычно дешевят джинсу. И по длине, мне кажется, будет нормально. Ну, очень, по крайней мере, на это надеюсь. И последняя посылка. А, это платье и брюки от Тангада. Брюки очень хочу посмотреть. Почему хочу впервые посмотреть брюки? Потому что у них длина должна быть хорошая. Я тоже смотрела отзывы. Да, вроде бы длина прям вот должна быть полноценной. Очень плотная ткань, такая костюмная. Ниточек здесь по минимуму хорошо прошито. Вот видите, такая обработка швов очень достойная. Сзади на резинке брючки. Спереди они просто застегиваются на молнию и крючок. Нет, здесь две пуговки. Здесь не крючок, две пуговки. Да, такие маленькие. Черного цвета. Молния тоже черного цвета. Сшито неплохо. Я выбрала размер S. Ничего кривого, косого на первый взгляд тут не вижу. Отличные брюки, хорошей плотности. В мелкую гусиную лапку. Серого цвета с гусиной лапкой. Черного цвета. По качеству очень, очень, очень даже неплохо. Я вот не понимаю, должна ли быть здесь стрелка или нет. Сейчас так смотрю. И как-то непонятно. Ну, нужно будет отпарить. Подумать. Может быть и стрелочку можно будет здесь пропарить. Хотя я это не умею делать отпаривателем. Ну, ладно, пойду примерять. И здесь от Тангады еще платье трикотажное. Я, если честно, думала, оно будет более пастельного оттенка. Проложено тоже бумажкой. А оно какой-то... Какой-то цвет некрасивый, если честно. Голубой здесь получился. Мне такое не нравится. Ниточки какие-то левые торчат. Но платье само по себе неплохое. Трикотаж здесь не рыхлый. Он отлично тянется. При этом не просвечивает практически швы. Ну, швы тут, конечно же, какие-то немножечко не супер хорошие. Именно вот боковой шов я смотрю. И мне не нравится, как он выглядит при натяжении ткани. Так что по размерам все-таки порекомендую на вот SXS. Здесь, по-моему, единый размер. Если я не ошибаюсь, обязательно проверяйте все в описании. Я там указываю и размеры, какие есть, и какие я беру. Ну, рукав мне кажется полноценным. Здесь V-образный вырез. Расцветки есть разные у этого платья. У него, кстати, фишка в том, что здесь глубокий вырез по ножке. Очень красиво будет смотреться летом. С голыми ножками. С босоножками. Такая тавтология. С кедами белыми, с кроссовками. Но цвет, честно, мне вот этот не очень нравится. Он какой-то дешевенький. Так что я рекомендую вам обратить внимание на другие расцветки этого платья. И каждое видео я делаю розыгрыш. Мне нравится дарить подарки, радовать вас. А сегодня хочу порадовать ваших детишек. Я уверена, у многих моих подписчиц есть дети. Эта модель унисекс подойдет и девочкам, и мальчикам. И ростовка здесь от 90 до 140. 140-140, если я не ошибаюсь, это лет 8, может быть, даже 10, да? Или ошибаюсь. Не знаю. В общем, надеюсь, что многие смогут принять участие. В общем, подарю на выбор. Вы сами выбираете расцветку, сами выбираете ростовку, размер. И я вам заказываю такую вот классную толстовку. Там есть еще свитшоты без капюшона. Так что участвуйте, что нужно. Нужно подписаться на мой канал. Подписаться также на мой инстаграм обязательно, Victoria Ron. В комментариях к видео обязательно укажите свой ник в инстаграм, для того, чтобы я проверила выполнение условий. Напишите, какую бы толстовку вы бы хотели выбрать. Какого цвета, какого размера. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И лайк этому видео. До скорых встреч. Пока-пока.